Связанные одной на всех бедой, они не могли увидеться, когда наступил мир. Послевоенное расставание затянулось на десятилетия. Нынешний юбилейный год стал для них еще и годом победы над временем, победы над расстоянием. Вот с этого места в 42-м году в первый набор юнг уходил в Соловецкую школу. Среди 400 уральских мальчишек был 16-летний тогда еще Володь Дитов. Он с трудом уговорил маму отпустить на Соловке. Она плакала еще сами, но сыну этих слез было не понять. Война, мы, мальчишки, туда вербались. Отец у меня был в то время на фронте, на Карельском фронте он был. Поэтому я тем более туда хотел попасть. Теперь у него другая дорога в Москву. К другу из детства Владимир Николаевич собирается налегке. Главные подарки. Книги о море и, конечно, общие фото. Вот, это тот Толя Еремин, с которым мы будем встречаться. А вы где? А вот он я. Они не виделись долгих 10 лет. Москвич Анатолий Еремин уже потерял надежду. Я говорю, не могу не лететь и ехать тем более. Я очень рад и доволен, что он должен быть здесь. Сквозь двери аэропорта Владимир Николаевич отправляется в столицу. Волнение перед встречей зашкаливает. Столько изменилось в нашей жизни в это время. Время полета будто растворяет годы разлуки. Юнга Титов вспоминает соловки, где жили в землянках. Их называли кубриками. Месяцами рубили лес, до этого не держа в руках топора. Стирали в ледяной воде и ходили в море. Но больше всего боялись, что война закончится без них. Вместе служили, вместе спали, вместе ели, вместе махту несли. Один за всех и все за одного. Мама, не знаю каким образом, прислала мне посылку. Плитку шоколада мы разделили на смену на 25 человек. И эта дружба оказалась крепче морского узла. Воспоминания за старыми снимками, что захватили с собой, хватает на весь вечер. Но в кубриках не сидится. Хочется, если не морских, то московских просторов. Владимир Титов спешит на Поклонную гору. Уже, наверное, сюда больше не попаду. Знаешь, вот интересно думаешь, что у нас, какой серьезный, мощный такой. Такая площадь победы. Но куда дороже и ближе другая площадь. Пятачок на окраине Москвы. Площадь Соловецких юнг. Сюда друзья идут с цветами. И будто по иронии судьбы, сама погода вмиг возвращает их в молодость. 12 месяцев зимы, остальное лето. Новая планета. Новая? Да. Место улыбки сменяет грусть. О юнгах их океанского патруля, погибших еще мальчишками, и тех, что ушли недавно. У якорей они снова дают клятву, как в 44-м. Оставаться юнгами. Наверное. Девичья память оказалась едва ли непрочнее металла. Воспоминания о школьной паре времен войны подруги-труженицы сохранили сами. В плетя тяжелые годы в легкий стих. А нам-то 16-17 в клубы, на танцы, но так уставали, что еле добредешься до дома. И детские трогательные дневники. Тогда еще школьница, милая из поселка Арти, в блокноте подробно описывала каждый день непростых школьных лет. Вот интересно. А сегодня в школе еще один сюрприз. Оценки стали выставлять цифрами. Седьмого класса школьные каникулы сменила тяжелая работа в тылу. Потом труд потеснил и учебу. Всех мальчиков до одного у нас забрали в армию. Осталось только в каждом классе по одному мальчику. Один очень слепой, другой без ноги. Лучшие подружки 42-го года Дора и Мила сидели за одной партой. Полвека назад они едва не распрощались навсегда. Дора Катрева уехала за мужем в Заполярье, затем в Ульяновск. А Людмила Ивлева в Украину, потом в Екатеринбург. Но сумела отыскать подругу. Друг без друга по существу за эти годы не мыслили себя. То есть не от того, что мы часто встречались, наоборот, виделись-то мы редко. Но мы ощущали присутствие друга. Мы писали такие письма. Собираясь в Ульяновск, Людмила Петровна вспоминает их первое здоровое путешествие через Волгу на юг. Ели из одной тарелки, ночевали на лавочках. Страницы истории Людмила Петровна листают и в поезде. В войну девчонками пилили дрова, работали в колхозе, на торфянниках, ухаживали за больными в госпитале и работали для фронта. Таскали тяжести на Артинском механическом заводе. Я вижу, я вижу ее, так нежданно, негаданно слышать. Моя милая, моя дорогая. Моя радость моя. Каждый раз, чем старше, тем чаще думаешь о том, вдруг это последний раз. Увидимся ли. Кто это, 84 львы? Да 83, да не прибавляй. Кто махнет? Да махнет 84. Только мы. Радость встречи крепко сдобрена солью грусти. Дома подруги снова и снова вспоминают, как дожили до этой победы. В живых из класса сейчас осталось лишь четверо. Да и в их судьбы одиночеством вмешалась война. Я теряла детей в младенческом возрасте из-за собственного здоровья. А здоровье потеряно действительно во время войны. Именно поэтому для Людмилы Ивлевой подруга ближе роднее. Глядя на Волгу, они будто возвращаются в тот майский день 45-го. Распахнули окна, у мамы примулы стояли. Я отрывала и отдавала. Бегут кто-нибудь, женщины с победой. Бежит соседка, подружка и кричит, вы что спите? Вы что спите? Ведь война закончилась. И впервые за 65 лет День Победы они отмечают вместе. Другого у меня... Такого 9 мая не будет. Конечно нет, вряд ли. Маргарита Гордеева, Илья Новиков, Сергей Мисаров, Максим Черных. Вести Урал. События недели.